Вот кто мне нужен. Чак, как дела? Рад видеть. Мой компаньон Том Смит. Он с нами. Я Чак Вейс, летаю всю жизнь. Лучше, чем водить мусоровоз. Твой шарабан? Да. Классно. План сегодня такой. Я как бы знаю, где найти Шевроле 55-го, так? Ситуация такая. Пару недель назад я купил Шеви 55-го, и Джон Кламп хотел переделать его. Найдём другой. А я хотел его скинуть. Не найдёшь ты другой. Если найду, то не хуже, чем этот. И я нашёл ещё один. Однако он спрятан на старой взлётно-посадочной полосе. Поэтому нам нужен медленный самолёт, который может лететь очень низко над землёй, чтобы можно было подлететь и увидеть машину с воздуха. Это будет супер. Будет круто. Серьёзно, Ричард Роулингс о таком и не думал. Молодцы, ребята. Так что порядок, если, конечно, найдём. Да, с воздуха многое видно. А я с вами? Сколько ты весишь? Ну, где-то 130. О, нет. Этот самолёт не выдержит. Попробуем. Скажу лишь одно. Если Чак сегодня полетит, то ему придётся использовать всю тягу, чтобы поднять твой зад. Я... я... Я не хочу погибнуть. Нет. Да, когда-нибудь я умру, но уж лучше без тебя. Вышка Дельта 55. Выходим на взлёт. Надеюсь, мы взлетим. Врубай на полную, Чак. Итак, на полную. Летим! Легко взлетели, не так ли? Видишь, то озеро. Должно быть где-то там, в той области. Хорошо, видите что-нибудь? Вижу кучу мусора, но ничего интересного. Ты что, пукнул? Да. Вот же, чёрт! Издеваешься? В самолёте? Глаза режет. С воздуха мы заметили кучу всякой всячины. Много Хонт Сивик и пикапов Шевроле. Томас, смотри туда. Может, Крайслер или что-то вроде того? Да. Я заметил старый Додж. Запомни его на будущее. Похож на старый Чарджер. Однако 55-х у полосы не видно. Чак, по-моему, что-то есть. Посмотри сюда. Там что-то вроде автостоянки. Видишь что-нибудь? Да, определённо. Прямо там, на той белой стоянке. Хорошо, сейчас подлетим. Заодно включай распылитель. Поле обрабатываем. Начинаем. Это он, Том. Прямо тут. Двухдверный, жёсткий верх. Я спросил Чака, можем ли мы тут приземлиться, и он сказал, что да. Тут я немного струхнул. В общем, сам напросился.